К годовщине создания патрульной полиции в Харькове правоохранители организовали дружеский турнир по мини-футболу среди команд силовых ведомств. Соревнования прошли на стадионе «Динамо». Нарази играют шесть команд. Одна из них, естественно, управление патрульной полиции, головное управление нацполиции в Харьковской области, Державная служба надзвичайных ситуаций, управление защитой экономики и две команды из ХНОВД. В каждом управлении патрульной полиции, в том числе и в Харьковском, есть команды по мини-футболу. С момента создания Харьковской сборной футболисты приняли участие в турнире Восточного региона и вышли из группы, одержав победы в четырех из пяти игр. Таким образом, команда попала на всеукраинские соревнования. Но, рассказывает игрок сборной Виталий Савченко, пройти в финал не удалось из-за общей несыгранности команды. Сегодня у спортсменов более серьезные планы на игру. Только победа. Соперники сильные, есть достаточно знакомых ребят с других команд. Они достижения побольше, чем у нас, но так как опыта побольше в выступлении уже. Поэтому все молодцы, все сильные, но мы будем все равно стараться. Слаженность и взаимодействие не только на работе. Основная цель – проведение таких межведомственных турниров, рассказывают одни из участников соревнований, команда облуправления ГСЧС. В прошлом – спортсмены-спасатели, победители чемпионата области среди команд физкультурно-спортивного общества «Динамо», а также обладатели Кубка имени Владимира Фомина. Я сегодня подменили на дежурстве вообще-то. Находим время, надо же и физически развиваться, и спорт объединяет нас всех. Спорт – это неотъемлемая часть наших сотрудников, жизни наших сотрудников. Как в боевой подготовке, так и в повседневной жизни. Ребята занимаются спортом, поэтому сегодня, я думаю, будут очень интересные соревнования, и в этих соревнованиях, конечно, победит сильнейший. По словам организаторов патрульных, в планах сделать турнир традиционным. В нынешних соревнованиях в финал вышли команды университета внутренних дел и облуправления ГСЧС. По результатам, после матчевых пенальти победу одержали спасатели. Оксана Зинковская, Павел Велицкий, Медиагруппа, Объектив.